120 лет назад состоялось обретение мощей святого Серафима Саровского. Это событие произошло летом 1903 года в Сарове. 1 августа по новому стилю мощи святого были торжественно обретены и открыты для всеобщего посчитания. Церкви, освященные в честь преподобного, отметили в этот день престольные торжества. И Екатеринбургский храм на улице Ясной не стал исключением. 9 лет назад в престольный праздник в этом храме начались регулярные богослужения. Сейчас в дни больших торжеств и на другие службы сюда собираются те, кто полюбил этот храм и его небесного покровителя. Очень нравится сам храм. Он светлый, радостный и какая-то благость в нем наступает. Ну, естественно, отец Гермоген, он сам вселяет какую-то надежду и какую-то благодать от него исходит. И от храма такого светлого, ясного, как-то хочется радоваться жизни, несмотря на наше время, непростое. Совсем недавно в храме появилась новая святыня – пояс преподобного Серафима Саровского. А если вдуматься, что такое пояс Серафима Саровского, это часть облачения, в котором он совершал самое главное таинство – таинство Святой Евхаристии, таинство тела и крови Христова. Он облачался в эти одежды, чтобы совершить благо для всех людей, которые приходили к нему, чтобы через святое причастие мы могли соприкоснуться к Христу Богу нашему. Внутреннее убранство этого храма празднично. В росписи стен преобладают яркие и светлые тона, красочные фрески, много позолоты, богатый декор иконостаса. Все это словно и напоминание пасхального приветствия святого Серафима Саровского «Радость моя, Христос воскресе!». Благодаря настоятелю, архиматриту Гермогену, этот приход очень слаженный, красивый, любимый всеми. На 32 метра возвышается Екатеринбургская церковь в честь одного из самых почитаемых русских святых. Масштабное торжество в летний день памяти святого Серафима по традиции проходит в Сарове и Дивееве, местах, которые своим подвигом прославил батюшка Серафим. Но в многочисленных городских и сельских храмах также ждут имя угодника Божия. Крестным ходом и колокольным звоном прихожане прославили имя святого Саровского старца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова